Привет! Это Диана и первое задание ЕГЭ по русскому языку. Для начала вспомним само задание. Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. Далее вам дается небольшой текст. А в тексте у нас может быть главная информация, искомая нами. Это информация, ради которой и был написан текст. Далее в нем присутствует второстепенная информация. Она лишь помогает передать главную информацию. Это различные детали, комментарии, описания и так далее. И, наконец, ложная информация, которая не соответствует содержанию текста. Это могут быть или фактические ошибки, то есть когда вариант ответа предлагает нам искаженные факты. Либо отсутствующую информацию, то есть вариант ответа предлагает нам информацию, которой не было в исходном тексте. Чтобы правильно и быстро выполнить это задание, нам нужно придерживаться следующего алгоритма. Во-первых, мы внимательно читаем текст и выделяем ключевые слова. Это значит, убираем все детали и пояснения, всю второстепенную информацию. Выделили ключевые слова. Чтобы обезопасить данные, устанавливают антивирусные программы, системы, сканирующие, проверяющие на наличие вредоносных программ, недостаток их устаревания и антивирусы требуют постоянного обновления. Далее мы кратко пересказываем этот текст по ключевым словам, которые мы с вами выделили. Чтобы обезопасить данные, на компьютере устанавливают антивирусные программы, они сканируют и проверяют файлы на наличие вредоносных программ, антивирусы надо постоянно обновлять. Следующий наш шаг. Мы ищем в вариантах ответа те, где кратко передана главная информация. Мы ищем ключевые слова. Нам подходит вариант 2. Проверим. С целью защиты персональных данных на компьютере устанавливают различные антивирусные программы, которые необходимо периодически обновлять. Здесь присутствуют ключевые слова. Этот вариант передает главную информацию текста. Также этому соответствует и третий вариант. Компьютерные антивирусы, сканирующие файлы и проверяющие их на наличие вредоносных программ, постоянно обновляют, что обеспечивает защиту файлов и других данных пользователей. Вы видите, что в данных вариантах ответов у нас выделены ключевые слова, которые соответствуют главной информации нашего текста. Следующим шагом нам нужно на всякий случай проверить и исключить остальные варианты ответа. Смотрим на вариант номер 1. Защита персональных данных – важная задача каждого пользователя компьютера, поэтому антивирусные программы должны внимательно проверять файлы. Да, эта информация соответствует действительности, но она не является главной. Это второстепенная информация, которая лишь поясняет главную мысль. Поэтому этот вариант мы исключаем. Вариант номер 4. С целью защиты персонального компьютера пользователи устанавливают антивирусные и вредоносные программы, постоянно обновляемые и совершенствующиеся. В тексте мы наблюдаем фактическую ошибку. Вредоносные программы не устанавливают специально. Мы понимаем, что это ложная информация и исключаем данный вариант. И, наконец, пятый, заключительный вариант. В мировой практике для защиты смартфонов изготовители большое внимание уделяют антивирусам, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе проверки файлов пользователей на наличие вредоносных программ. Этот вариант очень похож на правду, за исключением одного «но». В нем представлена информация, которой не было в тексте. Значит, это ложная информация. И этот вариант мы также исключаем. Ну и, наконец, заключительный шаг. Мы записываем правильный ответ без пробелов и запятых. И получаем свои заслуженные баллы. Субтитры создавал DimaTorzok